всем привет вы на канале мусина стрит и меня зовут татьяна мусина я предлагаю вашему вниманию два видео с космодрома spacex бока-чика но я просто хотела предупредить что звук ужасен дело в том что мы ждем шторговое предупреждение было и мы ждем хури кейн бета ветер колоссальный и меня даже не не спас мой замечательный road что я имею ввиду вот это меховушка которая крепится вот сюда да когда это прикрепляется вот так и вот она сюда крепится она улетела с первым порывом ветра в общем кто это делал дизайнер этого road но не знаю я бы точно поставила дизлайк потому что я ну вот при первом тесте я понесла урон можно так сказать в общем ребят предоставляю вашему вниманию жалко удалять материал потому как на мой взгляд интересный материал ну вот такой звук ну я прошу вашего снисхождения как начинающий ютюбер постараюсь в дальнейшем писать с более качественным звуком так что ставите ставьте лайки ну или дизлайки уж что заслужило буду рада общению все всем пока с вами татьяна мусина всем привет вы на канале мусина стрит и меня зовут татьяна мусина сзади меня строящийся космодром space x в окачика и сегодня я хочу рассказать в каком состоянии находится космодром и что с ним произошло а главное почему ребята ну смотрите сижу я возле пены морской которая которая заполняет все вокруг в частности сам космодром сейчас мы подъедем я покажу подъезжая космодром мы можем видеть вот такую надпись да друзья мои я могу вам раскрыть большую тайну территория космодрома на самом деле находится на территории заповедника место в котором построил свой космодром Илон Маск является заповедной зоной каким образом он получил это место я не знаю но это место зимовки тысяч и тысяч перелетных птиц можете себе представить вот такая эко-стреда планы ah третье используется umm квкккккккккккккккккккккккккккккккккккк oriented искус自然 искусwo м ironically не вернroz а очень так ум и ум ум прямо рядом с обеих сторон как господин Маск получил эту возможность построить космодром на территории заповедника, я не знаю я могу только вам, я могу с вами поделиться информацией, которую я взяла из официальных источников которая публиковалась в газетах местных и которую я слышала от своих друзей эта территория принадлежит потомкам зингеров ну, я думаю, вы знаете, зингеры это известная фамилия, в России знают по швейной машинке эту фамилию так вот, это огромное землевладение является десятым землевладением в Америке и лишь небольшая часть была отдана под заповедник ну, чтобы не платить налоги вот так вот, первая причина, по которой местная, скажем так, американо-мексиканская элита позволила господину Маску построить здесь космодром это повысить рыночную стоимость этой земли это первая причина, которая мне известна вторая, это то, что их семьи живут на острове Сауст-Падре-Айленд он рядом, он буквально в полукилометрах от Сауст-Парагена ну, и вот, вторая причина звучит так люди захотели из окон своих домов и вилл смотреть запуск ракет вот такая вторая причина ну, а, собственно, почему господин Маск выбрал это место это понятно, да, самая южная точка Америки ближе к экватору ну, мы знаем, да, законы физики что вращение земли возле экватора намного быстрее и экономится энергия для запуска ракет рядом порт рядом, кажется, за мной приехали эти... сейчас будут меня проверять полицейские ребята, что сейчас было, вы не поверите снимаю я репортаж вдруг ко мне подъезжает Тесла с мигалками я уже испугалась из нее выходит человек большого двухметрового роста я второй раз испугалась и представляется Security Space X я третий раз испугалась когда я заговорила объясняя, что я блогер что я вот снимаю что для русского канала он заговорил со мной на русском языке вы представляете? я четвертый раз испугалась оказалось, что он с Украины из Одессы но говорит очень плохо ну, неважно, ладно в общем, он меня предупредил что я могу снимать только вот любой объект вот, кстати я могу снимать любой объект но стоя за дорогой не приближаясь к объекту так, ну, вот, ребят вот, смотрите, пепелац кстати, ребята, всем спасибо кто мне... теперь я знаю в чем разница пепелац и гравицапа большое спасибо матчасть выучена так вот, этот пепелац также стоит в воде смотрите, вот она вода и вот они, эти лагуны да, то есть все стоит в воде продолжаю мысль, на которой он меня прервал на чем он меня прервал я вспомнила, на чем он меня прервал на том, что господину Маску очень выгодно было это место первое еще раз повторимся первое, это то, что самая южная точка Америки, да, ближе всего к экватору то есть вращение Земли по физике мы помним, да вращение Земли быстрее возле экватора и экономится большое количество энергии для запуска ракет первое второе рядом порт так вот, ребята вот эти лагуны они сообщаются с портом а порт здесь это расширенный канал от Мексиканского залива который был сделан еще в 50-е годы американской армии ну, для чего он сделан это понятно, да чтобы у города был порт это понятно железная дорога тоже рядом ну, и третье это вот ну, ребята вот как это не снять смотрите, увидите вот они птицы над SpaceX ой, ну как это, ребята, снять ну, что ж я, кажется, все сказала ребята, подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии и, пожалуйста пока меня не security оставила в покое пока я еще на свободе буду вам вещать все, всем пока пока пока